Правда ли, что все возможные сюжеты для игр уже придуманы? Когда можно будет попробовать себя в роли вселенского бога? Доводят ли виртуальные свидания до вполне реальных отношений? Можно ли выжить среди динозавров, имея только нож? Как спасти демократию в Америке? Это и многое другое смотрите прямо сейчас в Виртуалите на MTV. Всем привет! В эфире Виртуалити. Полчаса обо всем самом новом, интересном, а главное необычном из мира компьютерных и не только развлечений. Пару дней назад к нам в редакцию пришел вот этот пакет с загадочной буквой Т. Честно говоря, сначала мы немного насторожились. Но потом подумали, что недоброжелателей у нас вроде как нет, и его вскрыли. В пакете обнаружились диетические фрукты, сухпай, стейк с картофелем и овощами, фонарик и полная версия игры Турок. Сами понимаете, что не попробовать игру мы не могли. Минут через 15 обязательно в нее поиграем, покажем и расскажем, насколько хороша или плоха эта история про охотников на динозавров. Ну а пока новости. Владельцы персоналок могут спать спокойно. Лучшее РПГ прошлого года Mass Effect снизойдет и до них. Это вы знали раньше, а зато не знали когда. Так вот, побороздить галактику на крейсере Нормандия можно будет уже в мае. Напоминаем, что главный герой, некий Шепард, в лице вас должен будет открыть тайну эффекта массы, благодаря которому можно совершать прыжки в другую часть вселенной. Сам Шепард ни много ни мало агент тайной межгалактической организации. Он наводит справедливость везде, куда бы ни прилетел. Или, по крайней мере, пытается это делать. Насколько это удастся вам, узнаете через три месяца. Весной геймеры смогут узнать одну важную истину. У кого пушка больше, тот и прав. А все потому, что выйдет адвенчура «Лаки Люк вперед на запад». На Диком Западе хватает ублюдков, но таких, как братья Далтона, еще поискать. И только такой ненормальный, как счастливчик Люк, смог решиться этих головорезов поймать. Что из этого вышла, расскажет игра. Но в любом случае, приструнить Далтонов и отправить их на виселицу будет непросто. Бандиты легко берут штурмом целые города. Самое главное, что в игре не обязательно ловить преступников. Можно играть и за самих Далтонов. И пусть тогда Люк от нас полетает. Даром, что он не Скайуокер. Лето ознаменуется выходом мрачного квеста-триллера «The Abbey». Действие происходит в ужасном Средневековье. Но это уже клише такое про Средние века. В далеком аббатстве кто-то тихо вырезает мирных монахов, и Папа Римский посылает туда следователя для прояснения ситуации. Стоит главному герою прибыть на место преступления, как его самого попытаются убрать. При этом единственное существо, способное хоть как-то помочь, это... лошадь. Разгадывание тайной нити, которую скрывает само государство, и разговоры со своей верной кобылкой и составляют основы игры «The Abbey». Не возникает ли у вас ощущения, когда вы запускаете новую игру, что вы где-то ее уже видели? Возникает? Так это неудивительно. Все маломальски интересные игровые сюжеты, как нам кажется, уже написаны. И разработчики просто-напросто не утруждают себя сочинением новой истории. Взяли готовую байку, и вуаля, полигры готова. Вы мне не верите? Тогда вот вам доказательства. Великолепная семерка самых популярных сюжетов. На седьмом месте повесть о добром молодце, который за свою семью готов любому пасть порвать. Как правило, некто или нечто по наивности обижает близких главного героя, еще не зная, с кем имея дело. Естественно, на протяжении всей игры обидчики жестоко жалеют о неудачном поведении. Но поздно. Кончают они обычно плохо. Типичный пример «Мстителя» Макс Пейн. В отместку за свою семью он в одиночку положил столько народу, что довел Америку до демографического кризиса. Зато месть получилась суровой и жесткой. Еще одна затертая до дыр история о потере памяти. А именно, главный герой теряет память. В этом случае вся игра напоминает чем-то опохмеление. Герой понемногу приходит в себя, смутно припоминая какие-то события прошлого. В поисках воспоминаний герой не стесняется в средствах и отвешивает подзатыльники направо и налево всем, кто встает у него на пути. Как и пример, ведьмак Геральт, который по любому поводу достает из широких штанин кинжал и начинает воспитывать негодяев. Он уверен, что путь к себе усеян трупами, словно цветочками. На пятом месте история о человеке в суперкостюме. Точнее, главный герой — это сам суперкостюм, а его обладатель используется лишь в качестве ходячей вешалки. Суперодежка дарует своему хозяину способности, недоступные простому смертному. Ведь куда проще сделать невидимым одежду, чем человека. Возможно, это объясняется особенностями физики в играх, где, как известно, не действует закон Ньютона. Впрочем, и тут дело уже идет на лад. Крайзис уже демонстрирует действия второго закона Ньютона. Глядишь, лет через пять физику можно будет изучать по играм. Но еще больше. Разработчики любят рассказывать про инопланетное вторжение. Ибо все, кто хоть раз в жизни видел инопланетянина, в один голос утверждают, что яйцеголовые хотят таки поработить Землю. Игры про то, как с неба высаживаются легионы гуманоидов и прочие биомассы, очень полезны, потому что воспитывают геймеров в патриотическом духе. Как бы подготавливают их к тому времени, когда вторжение с Марса начнется на самом деле, а не на экране монитора. Когда-то у нас по календарю первые захватчики из Black Area 51 прилетают. Ах, они уже здесь? В общем, главное в разработке таких игр не опоздать. Не дает покоя разработчикам и вторая мировая. Что-то новое в этом жанре придумать достаточно сложно. Все юниты известны заранее и качуют из одного проекта в другой. Поэтому, чтобы в очередной раз сварганить игру про Сталинград или Нормандию, большого ума не надо. Качаем из Википедии картинки, фотографии, и очередной блокбастер готов. Самое главное, не надо думать. Как не свалишь в поле кучу танков и пушек, а все равно получится Блицкрик. На втором месте сказка о плохом дяденьке, который открыл врата в другое измерение. Естественно, другое измерение населено кровожадными чудищами, и, естественно, они тут же лезут нам в гости. Частота появления игр на эту тему заставляет верить, что какие-то такие врата на самом деле существуют. Скорее всего, через эти врата ветер задувает разработчикам мысли, вроде, а не создать ли нам новую совершенно оригинальную игру, вроде уже существующего Стрэнджеров. Если нашей программе удастся эти ворота найти, мы обязательно вам про них расскажем. Ну и на первом месте леденящая душу история о том, как некий смертельный вирус с завидным постоянством вырывается на свободу из пробирок лаборатории. В чем иногда не сходятся сценаристы, так это в симптомах, которые вирус вызывает. Одни утверждают, будто вирус превращает человека в зомби. По мнению других, приводят к разморозке и криу холодильников, в результате чего по уровням шатаются неразмороженные бомжи. Территории тьмы, кстати, близки обе теории. Вариант, будто вирус вызывает какое-то несмертельное заболевание, слишком банален, поэтому от него стараются отказываться. Далее в виртуалити. Реально ли спасти свою машину от тотальной аварии на уличных гонках? Когда можно будет попробовать себя в роли вселенского бога? Как спасти демократию в Америке? Это виртуалити. Мы продолжаем знакомить вас с самым новым, интересным и необычным из мира виртуальных развлечений. Вот уже несколько лет идет разработка игры Spore, нового революционного творения Уилла Райта. Помните этого человека? Он создал SimCity. Так вот, наконец, компания Electronic Arts решила поставить жирную точку в слухах по поводу выхода игры. «Час Икс» назначен на 5 сентября. Об этом проекте мы уже рассказывали в наших программах, но на днях в Москве разработчики презентовали рабочую версию Spore. Наши корреспонденты в нее поиграли и расспросили создателей обо всех особенностях этой игры. Суть игры Spore в том, чтобы провести одноклеточную инфузорию, или как они там называются, от истоков эволюции к статусу, ну, прямо скажем, вселенского бога. На каждой стадии развития вы сами определяете то, как выглядит ваш биологический вид. Сначала это облик живых созданий, а на более поздних этапах вы будете создавать технику. В конце концов, придется определять облик целых планет. Игра начинается в первобытном океане, где плавает маленькое одноклеточное создание. Тут главное просто выжить, увернуться отщупалец голодных хищников. Если повезет, то через пару-тройку миллиардов лет, или, другими словами, через полчаса игрового времени, ваша амеба выползает на чистый берег и начинает расти, расти, и становится большим и сильным саблезубым мехозавром. Конечно, все живые существа выглядят не так, как настоящие животные. Конечно, это фантазия, ваша и дизайнеров игры. Но в целом, рисуя все эти конечности, клешни и стручкообразные глаза, мы опирались на определенные научные идеи. Кажется, Дарвин может отдыхать спокойно. Но вот чего у нас нет, так это разделение полов. То есть в наших биологических видах нет ни самцов, ни самок. И в чем-то это хорошо, поскольку одновременно избавляет от всякой хрени, вроде феминизма. Но несмотря на отсутствие самок, мехозавры плодятся и размножаются. И настает день, когда полчища этих тварей, возможно, даже разумных, заселят всю планету. А когда своей планетой им станет мало, боевые тарелки мехозавров начнут рассекать густую черноту космоса, неся основу цивилизации аборигеном галактики. Начать игру вы можете с любого момента. Можно начать уже сразу с племенной стадии. А можно просто открыть редактор существ и нарисовать такого мутанта, который только вам в голову придет. Это не важно. Вот если вы играете компанию, то да, там нужно начинать все сначала и до конца, условно говоря. У спора нет финала. Но если вам нравится космическая экспансия, то необязательно проходить все этапы эволюции. Можно начать сразу с космической эпохи. Главная особенность игры — возможность создавать своих существ станет доступна и без самой игры. Electronic Arts планирует выпустить редактор организмов заранее, за несколько дней до релиза спор. Это позволит всем желающим заранее создать себе питомца или просто попрактиковаться в прикладной генетике. Мы своими глазами убедились, что даже семилетним детям нравится лепить своих животных и мастерить машинки, танки и космические корабли, а потом смотреть, как они летают. Разумеется, всех созданных существ можно будет загрузить в игру, где их ждет проверка. Выживут либо самые сильные, либо читеры. После выхода игры мы откроем специальные интернет-сайты, где пользователи смогут помещать образцы своих существ. Можно будет посмотреть, до чего доведет фантазия наших поклонников. Это было специально для программы Virtuality. Я Кэрол Шор, продюсер Спор. Если на презентации Спор поиграть можно было только в демо-версию, то в руках у меня полноценная игра. В третьей части программы мы познакомимся с Туроком. В свое время его популярность была сравнима со славой Марио. Сейчас Джозеф Турок вновь готов истреблять динозавров. Но дотянет ли нынешняя игра до предшественницы? Об этом мы узнаем позже. А пока новости и небольшая реклама. Наконец-то вышла аркадная гонка Burnout Paradise. Недаром ее название переводится как «Адский орджик». Соль игры в двух вещах. Первое — огромный открытый город, катайся, не хочу. И второе — при встрече с любой поверхностью машины складываются всмятку. Буквально. Камера аппетитно показывает вид раздолбанного драндулета с разных сторон. Действует как предупреждение. Дескать, учитесь водить машину и не пытайтесь повторить в жизни. Поэтому, если очень захочется посмотреть, как погибают дорогущие автомобили, на этот случай есть Burnout. Онлайн-овая игра Tiles of Pirates наконец обзавелась русской версией под названием Piratia. Совершенно бесплатно скачать ее можно на официальном сайте проекта. Те же, кто уже приобщился к будням простого флебусьера, не пострадают. Зарегистрированные персонажи просто заговорят по-русски. Зато все новички бесплатно получают небольшое судно и стартовый капитал, чтобы ничто не отвлекало их от пиратского досуга, грабежей, убийств и морских баталий, коими вся игра и полнится. Все те, кто в душе мечтает стать машинистом или на худой конец кочегаром, знайте, скоро ваша мечта станет реальностью. Виртуальный. В конце февраля вас ждет рейл-симулятор. Как нетрудно догадаться, симулятор паровозов. Помешанные на реализме товарищи найдут там и дизельные поезда, и электровозы. Не хватает разве что состава на атомном топливе, о котором давно уже мечтают инженеры всего мира. Имеющийся парк можно будет обкатать по железным дорогам Англии и Германии, развозя вечно спешащих пассажиров и никуда не спешащие грузы. Вовремя подбрасывая уголь в топку и вытирая с алба черную пыль можно будет любоваться окрестными пейзажами на скорости 100 км в час. Эх, романтика. Далее виртуалити. Доводят ли виртуальные свидания до вполне реальных отношений? Можно ли выжить среди динозавров, имея только нож? Это виртуалити. Мы вернулись. Если вы просмотрели первую половину программы, то абсолютно точно не узнаете, чем многие игры похожи друг на друга, почему задержали выход игры спор и какая популярная консольная игра скоро станет доступна на PC. Но! Нам еще есть чем вас удивить. На дворе весна. А весна это в первую очередь что? Нет, не обострение психических расстройств. Весна это время любви. И не только в реальной жизни. Например, в браузерной многопользовательской игре Love City можно завести отношения и даже создать семью. О том, как найти свою виртуальную любовь, далее в нашем сюжете. Начинаем мы с регистрации. После регистрации у нас есть шаг второй создания персонажа, где мы можем выбрать не только свое оригинальное имя, но и определенные черты, определенные физические данные, которые, может быть, мы хотели бы иметь в реалии, но, к сожалению. Интересно, как на меня будут реагировать наши пользователи. Когда мы попадаем в игру, мы оказываемся в милицейском участке, где один из персонажей предлагает нам сразу одеться. Все-таки нехорошо было бы ходить по городу голышом. В магазине я вижу довольно широкий выбор одежды. Остановилась я на розовой блузке вдохновения и юбке. Первый успех. Надеюсь, она действительно принесет мне удачу. Даже мы пойдем. Я думаю, что в мэрии мы пассию свою не найдем. Так, пока мы идем в библиотеку, со мной уже кто-то пытается познакомиться. Интересно, что за молодой человек. Привет, давай знакомиться. Давай. Кто ты? Довольно-таки быстрый парень. Он приглашает меня на свидание. Само свидание представляет собой общение двух людей в комнате с красным диванчиком. Ну вот, новый знакомый меня первый раз обнял. Я думаю, я отвечу ему. На свидание у нас есть несколько функций. Мы можем поцеловать человека, обнять, можем поправить свою прическу. Ну, а если он нам что-то не нравится, мы можем на него обидеться. Какой любвеобильный молодой человек. Кажется, он решил зацеловать меня до смерти. Так, наше свидание подошло к концу, но я была недостаточно убедительна для улучшения отношений. Кажется, это не мое. Таинственный незнакомец оказался настойчивым. Он снова пригласил меня наладить отношения. Следует отказаться или согласиться? Ну, давайте попробуем еще раз. Симпатичный молодой человек. Мне нравится. Во время свиданий я могу подарить вам подарок для того, чтобы у него повысился тонус. Для того, чтобы свидание было успешным, у нас обоих уровень позитива должен быть равен 100%. Он подарил мне цветы. Уровень его позитива катастрофически падает. Нужно срочно что-то предпринимать. Я думаю, что подарок исправит наше положение. Да, кажется, ему нравятся воздушные поцелуи. А еще он любитель сюрпризов. Свидание окончено. Меня поздравили, мои отношения потефлели. Неужели? И найду свою любовь? В общем, все чуть-чуть, и мы все муж и жена. Мое свидание, наконец, завершилось успешно. И я надеюсь, что мои отношения с этим человеком не закончатся. Я не знаю, где он сейчас находится. Где-нибудь на краю земли или, может быть, в соседней комнате. Я не знаю, какие сюрпризы преподнесет мне судьба. Но я надеюсь, что мы с ним встретимся. Как сложится судьба героини сюжета, мы не знаем. Но надеемся, что под виртуальной маской ее нового друга не скрывается какой-нибудь старый хрыч из Крыжополя. Хотя ладно, бог с ними. Любви, как говорится, все возрасты покорны. Ну а сейчас самое время попробовать на вкус содержимое этого пакетика. Для проведения экспертизы по игре Турок мы пригласили опытного в этих делах человека, известного многим в виртуальном мире под ником Глагол. Здравствуйте, Александр. Сегодня нам с вами выпала честь тестировать полную версию игры Турок. Как обманчиво бывает название. Наши телезрители, заслышав слово Турок, наверняка подумали о многоженстве, о шумном базаре, о рахат-лукуме. А вы вот о чем подумали, Максим? А я подумал о том, что если наши зрители уже знакомы с первой частью игры, которая выходила на Nintendo 64 еще в каком-то бородатом году, то они знают, что говорить правильно нужно не турок, а турок. Где он борется с динозаврами при помощи типичного индейского оружия. Ножа? Нет, плазменного пулемета. Ну, хотя нож у него тоже есть. Вот его-то я и возьму. Похоже, наш турецко-индейский герой только что вышел на волю из общества защиты животных, где его долго и упорно били табуреткой по причинному месту. Не понимаю, почему? Да потому что, Максим, никакими другими причинами объяснить жестокость, с которой он перерезает горло ни в чем не повинному динозавру. Я не могу. За первым динозавром в рай, то есть небесный парк юрского периода, отправляется второй. За вторым третий. Предлагаю показать бой с Терексом. Ну да, заодно идухотворенное лицо главного героя, когда он случайно натыкается на остатки древней динозавровой цивилизации. Они представляют собой асциллограф электромеханический, ГОСТ 1577. Герой уж был стал подсчитывать барыши, когда из-за угла показалось слегка осерженное с позволения сказать лицо хозяина асциллографа. И он вежливо просит, положь вещь на место, панк недоделанный. Пожалуйста. Турок понимает, что от него что-то хотят, но в силу выдающихся умственных способностей, которыми забыли наделить его разработчики, не понимает, чего именно. Я предлагаю перенестись с залитых солнцем открытых пространств в полумрак пещеры. По крайней мере, там не будет травы, которую явно пересадили в игру даже не с Нинтендо 64, а откуда-то из Дума. В пещере царит таинственный полумрак, а на индейце изо всех щелей прут какие-то... Тараканы! Скорпионы! Какая-то новая ветвь эволюции, смесь динозавра со скорпионом. Да какая разница, Александр? Давайте подводить итог. Сюжет в игре прямо скажет не блещет. Графика так себе. Ну и что нам остается? Остается убивать динозавров пачками. Вот мы и убиваем. Теперь, по крайней мере, понятно, почему они вымерли. Какая новинка попадет на наш операцион... рабочий стол в следующий раз? Вы узнаете в следующий раз. Ну что ж, игру мы распробовали. Честно говоря, больше всего нам понравился стейк с овощами и картошкой. Почаще бы выходили такие вкусные продукты. На сегодня все. Увидимся через неделю. И, кстати, не пропустите наш следующий праздничный выпуск виртуалити, посвященный 8 марта. Девушкам смотреть обязательно! Продолжение следует...